Когда вместе с практикой йоги человек обретает контакт с землей и другими элементами, его жизнь наполняется здоровьем и силой. И очень важно быть сильной жизнью. Сила жизни означает не только силу мускулов. Сама основа вашей жизненной структуры должна наполниться силой. Не только для здоровья или иммунитета от вирусов, бактерий и других болезней, но даже для духовного процесса. Очень важно, чтобы у вас была сильная и стабильная физическая система, чтобы, когда вы активизируете свои энергии и раскроете свой гений, все это не причинило вам вред. Обретя стабильное основание на уровне физической структуры, когда я говорю «физическая структура», я имею в виду не только тело, но также и энергетическую систему. Создав прочное основание, вы обретете возможность подняться на новый уровень. Только имея твердую почву под ногами, вы захотите подняться выше. Если ваша основа нестабильна, если сцена под вами шатается, что уж говорить о танце, вам не захочется даже ходить, от страха вы захотите лечь на сцену, просто чтобы не свалиться с нее. Это происходит повсеместно. Очень многие из тех, кто раскрывает свои возможности, коснувшись струн своего гения, к сожалению, испытывают глубокие страдания от крайней нестабильности. Очень много творческих людей покончили с собой. Многие страдают из-за отклонений в психике. Все это, по сути, от того, что они коснулись струн своей гениальности, и этот потенциал вышел из-под контроля, что причинило им невероятный вред просто из-за того, что они не создали сильной стабильной основы. Очень важно жить полноценной жизнью, наполнить свою жизнь силой, для этого, конечно же, существуют практики, но помимо них нужно быть в контакте с пятью элементами природы — землей, водой, воздухом, огнем и акашем. Без этого невозможно укрепить тело. Сейчас все живут в маленьких коробках, где температура всегда около 21 градуса. Такой образ жизни никуда не годится. Очень важно, чтобы вы ощущали на себе воздействие мира. Когда я говорю о воздействии мира, я не имею в виду то, что происходит в Мумбаи, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Я говорю про другие законы. Я говорю о мире, в котором есть ветер, холод, вода, воздух, огонь. Речь об этом. Очень важно, чтобы вы ощутили, как устроен этот мир. Поймите это правильно. Мир устроен не так, как мы его создаем. Мир устроен так, как он есть. Чтобы люди были в контакте с миром, очень важно равномерно распределять плотность населения. Чтобы людям не приходилось жить в коробках в так называемом комфорте, который ослабляет всю систему. Важно создать внутри себя очень сильную жизнь. Только тогда ваши возможности в творчестве и деятельности будут расти. Тогда вам станут доступны высшие уровни духовного опыта. Для этого тело должно стать стабильной платформой. Иначе стоит подняться чему-то одному, как что-то другое рухнет. Моё желание и благословение, чтобы каждый из вас жил в полную силу.